Что творится там ночами и вечерами, когда этот дым идет, непонятно как. Почему мы задыхаемся? Почему наши дети задыхаются? Это продолжение нашумевшей истории с запашком. Жители села Боровиха уже не первый год бьются за возможность дышать полной грудью. Лето, жара, духота и мы с закрытыми окнами. Дышать нечем абсолютно. Напомним, источник смрадного запаха – местный завод по производству костной муки. Два года назад на встрече властей и депутатов решение было найдено. Однако быстро его воплотить в жизнь не получилось. Там решили конкретно, что завод получает от администрации Первомайского районного участка и переезжает на новое место. И конфликт на этом исчерпан. Все. Но нам сказали, что нужно будет подождать около года. Мы люди послушные, доверчивые. Мы ждали год. Потом прошло полтора года. Звигов никаких нет. Теперь прошло два года. Мы 8 лет задыхаемся от этой бони. У меня инфаркт был. Вот. В этот раз, в начале июля, у меня была температура 39. Я не могу окно открыть. Я горю огнем, а там такая огонь стоит. Эти баталии развернулись сегодня на собрании с жителями села. По словам администрации Первомайского района, пришло время подвижек. На сегодняшний день администрации района нашли земельный участок. Это в границах Зудиловского сельсовета. И прошли уже публичные слушания. Сейчас рассматривается вопрос о том, когда мы этот участок занесем в генплан с видом деятельности, который ведет данное предприятие. Это время требует. И поэтому мы сейчас все это... По словам Натальи Ишайкиной, оформление документов займет порядка четырех месяцев. Участок расположен на территории Зудиловского сельсовета в трех километрах от поселка Волга, что соответствует всем нормам. Костный завод на переезд согласен. По словам администрации, четыре месяца я, конечно, думаю, что это займет намного больше. Мы не можем ничего сделать, не можем сдвинуться с мертвой точки, потому что нет привязки к земельному участку. Как только вопрос будет решен, будет решаться вопрос по проектированию нового завода и по переезду на новый земельный участок. Затем срок строительства, потому что мы не можем переходить в голое поле. Нам нужно возвести хотя бы первоначально каркасные легковозводимые здания, чтобы перевести оборудование. Оборудование, которое сейчас используется на заводе, оно мобильно. Однако пока людям все же приходится вдыхать зловоние. Правда, нельзя не отметить, что завод провел модернизацию оборудования. Уложения составляют порядка 15-17 миллионов на сегодняшний день. Это вот за 2023-2024 год. Это новый лапс, который пришел с Китая 15 июля. Также мы в январе провели модернизацию котельной, купили новый котел и полностью его ввели в эксплуатацию, которая позволила сократить выбросы и затраты по углю с 5 до 3 тонн, что должно повысить экологическую ситуацию, улучшить экологическую ситуацию. Моя задача, как депутат, взять на контроль все-таки по перемещению этой территории, чтобы все согласования администрация закончила, чтобы все были приняты решения, и он отсюда уехал. На собрании жители также задали интересующие вопросы касательно санитарной зоны, откуда идут отходы и другие, и договорились обсудить с заводом пересмотр графика работы в праздничные дни и ночное время, чтобы хотя бы в эти дни до переезда дышалось полной грудью. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.